Всем привет! Покажу красивый дизайн для любителей флористики. За основу я возьму черный гель-лак. На черном очень ярко, красиво смотреться будет. Прокрашиваю в два этапа. Снимаю с гель-лака липкость для того, чтобы удобно было рисовать. Вот эта остаточная липкость мешает нанесению краски, особенно я рисую акриловыми красками, не очень удобно. Кто рисует гель-красками, можно не снимать липкость. И мне понадобится кисть для китайской росписи. Вот, скошенная или ровная. Я люблю больше ровные. И белая акриловая краска. Опять-таки повторюсь, кто рисует гель-красками, пожалуйста, рисуйте гель-красками. Я люблю акриловые. И делаю сначала подмалевок. Для чего? Для того, что на черном фоне яркие краски совсем не яркие получаются. И нужно дублировать по два-три раза. Для того, чтобы этого не делать, я делаю белый подмалевок. И уже на белую краску все цветные краски ложатся очень ярко. За палитру я беру бумажки от форм для моделирования, чтобы не складировать какие-то тарелочки. Я сразу отработала и выбросила. Мне нравятся акриловые краски тем, что их не нужно сушить и нет вероятности смазывания. Покажу схему анютерных глазок для тех, кому не очень понятно будет, что я рисую. Первый лепесточек, на него внахлёст. Второй из этой же точки ушко, третий лепесток. Из этой же точки такое же ушко, четвертый лепесток. И посередине, в виде сердца, пятый. Всю кисть я прокрашиваю белой краской. И поехали. Первый лепесток. На него внахлёст. Второй. Из этой же точки внахлёст широкие ушки. Я вот так не заканчиваю полукругом, а обрываю линию, потому что у меня перекроет последний лепесток. С другой стороны такое же ушко. И последний, похожий на сердечко. Вот наш будущий цветок. Если где-то явные просветы, можно продублировать. Это не обязательно, потому что краски достаточно плотные и на светлый подмалёвок лягут уже хорошо. Так, теперь листики. Так. 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 Вот так думаю достаточно. Так же как белую краску я готовлю цветные. Достаю из баночки и немножечко дорабатываю водой. Сначала я рекомендую раскрасить листочки. Я сделала светло-зелёный и тёмно-зелёный. Один кончик кисти в светлую краску, второй кончик в тёмную. И делаю дорожку туда-сюда, для того, чтобы краска вбилась в кисть и окрасила все ворсинки кисточки. И поехали. Теперь я просто как раскраску раскрашиваю. Пытаюсь вписаться в белый силуэт. И лепестки получаются яркие. Ну, если я красила бы просто по-чёрному, то там сложно что-то было бы увидеть. Если что-то не нравится, то тоже можно дублировать. Я думаю, что и так достаточно яркости. И вот так. Вот так. есть теперь возвращаюсь к цветочку и начинаю раскрашивать первые два у меня светло-фиолетовый и темно-фиолетовый но анютаны глазки фиалки бывают совершенно разные тут уже на ваше усмотрение загуглить и посмотрите какие они бывают цвета подбирайте на свой вкус поехали второй лепесточек помним что он должен быть в нахлёст есть теперь приступаю к ушкам я взяла молочно желтый и возьму этот же фиолетовый точно также делаю дорожку из желто-фиолетового и раскрашиваю тоже в нахлёст здесь осторожненько начинаться должно с желтого правую сторону я делаю сверху вниз а левую снизу вверх но мне по-другому неудобно желтый я хочу продублировать можно тонкой кисточкой вот здесь немножечко дорисовать там где большая кисть не совсем достает и последний лепесточек похоже на сердечко будет у меня желтый с оранжевым сделала дорожку и приступаю рисую как два лепестка из двух частей белой краской я подрисовываю на последнем лепестке вот такие усы и можно фиолетовой краской очень тоненько еле заметно выделить это место и 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 матовым топом, у меня вот такой, одного слоя топа достаточно, в этом случае я дополнительно не фиксировала ничем, сушу, снимаю липкость, уже достаточно симпатично, но мы будем усложнять, прозрачным гелем и тонкой кисточкой, я буду ставить капельки в каждый лепесточек, поехали! Весь объем стараемся оставить на краю лепестка, а там где следующий лепесток должен быть, вот здесь например, отсюда во объем убираем и подсушиваем пару секунд, продолжаю, очень следим за тем, чтобы капли не сливались, ушко и плавненько сводим объем на нет. Второе ушко, объем можно добавлять несколько раз, если вдруг вы заметили, что плосковато, ничего, еще раз добавляем, это можно делать до бесконечности. маленькие вот эти усики большой лепесток из двух частей и basically петербург вот эти усики пальцы здесь И остаются листочки. Работать нужно на двух руках, чтобы это было быстро. Пока сушится одна рука, выкладываем капельку на второй руке, потому что так очень долго ждать каждую капельку. Сушим. Сушим. И украшаем капелькой росы. Такими наматывающими движениями. Хорошо просушиваем одну минуту и снимаем липкость. Просто снимаю липкость. Ну, вот такие симпатяшки в стиле жестого. На этот дизайн, конечно, требуется время, определенные навыки. Но не все так просто в нашей профессии, как большинство думает. Если вам было полезно мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Всем желаю удачи и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok